Александр Лукашенко долгие годы создает себе образ Бессребренника. В мае 2020 года политик рассказывал работникам МТЗ, как оправдывался перед своей матерью, когда она видела в СМИ материалы о его воровстве. «Мама, да я ничего не взял, у меня даже квартиры нет, вот живу за забором резиденции государственной». На самом деле у него уже почти 20 резиденций. Еще он много раз обещал отдать все свои деньги на зарубежных счетах тем, кто их найдет. Вот недавно, когда стал главой ВНС. Неудивительно, что Лукашенко болезненно отреагировал на появившуюся информацию о, вероятно, полученных им взятках и поисках связанных с ним счетов на Кипре. Мы не стали надеяться, что власти опубликуют данные о реальном состоянии политика, поэтому решили собрать доступную информацию об этом из других источников. Важно сказать, что на протяжении всего времени, что Лукашенко находится у власти, эксперты и другие ресурсы озвучивали очень разные данные о вероятных активах политика. К сожалению, чаще всего независимо проверить эти цифры не представляется возможным, поэтому мы просто собрали оценки, предоставленные различными источниками. Сейчас расскажем, что нашли, а вы, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на зеркало, если для вас это безопасно. В своей речи после избрания главой ВНС Лукашенко заявил, что информация о его богатстве и коррупционных схемах появилась из-за какой-то скоординированной атаки, которую якобы в последнее время развернули против него белорусские независимые СМИ. Сейчас выделили большие деньги, миллионы долларов отдельным беглам на то, чтобы развернуть против нас средств массовой информации атаку, сильнейшую. Конечно, нас концентрировано на президенте. Не хотел это говорить, но скажу. Запомните, всякие разговоры о том, что я или мои дети пользуются чем-то благами от государства за государственный бюджет, или я кого-то крешую и кому-то помогаю, они мне где-то что-то дают или готовы дать, или мои где-то деньги не то в арабских странах, не то еще где-то, чепуха полная. Сегодня невозможно это спрятать. Я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям никогда этого. Но про то, что у Лукашенко может быть многомиллиардное состояние, говорят уже давно, причем совсем не белорусские СМИ. В июне 2006 года американский посол в Беларуси Джордж Кролл отправил в Вашингтон депешу со списком 50 самых богатых людей Беларуси. Этот документ оказался среди 1014 дипломатических телеграмм из секретного архива Госдепартамента США и Пентагона, которые в результате утечки попали в распоряжение проекта Wikileaks Джулиана Асанджа. После того, как Wikileaks обнародовал эту депешу, стало известно, что американские дипломаты оценили состояние Лукашенко в 9 миллиардов долларов и поставили его первым номером в списке самых богатых белорусов. Чтобы было более наглядно, 9 миллиардов – это больше, чем нынешнее богатство каждого из правящих монархов мира, кроме короля Таиланда, султана Брунея, короля Саудовской Аравии и эмиров Абудаби и Дубая. Но не только американские дипломаты пытались посчитать деньги Лукашенко. В августе 2011 года российский телеканал НТВ опубликовал третью часть документального фильма-расследования «Крестный батька». В фильме о этом размер состояния Лукашенко оценивается в сумму от 8 до 12 миллиардов долларов. Важными источниками обогащения авторы назвали поступление от сборов за транзит и реэкспорт западных товаров в Россию, взятки и конфискацию активов у их законных владельцев. Спустя три года, в 2014-м, международная команда журналистов из пяти стран оценила сумму денег, которые незаконно присвоили за 20 лет Лукашенко и его ближайшее окружение, в 10 миллиардов долларов. Расследование опубликовали на сайте французского телеканала «Франц-24». Журналисты заявили, что Лукашенко и его приближенные установили в Беларуси настоящую клептократию. Это такая форма правления, при которой власть в стране принадлежит мошенникам, а те используют ее для увеличения личного богатства и политического влияния. Для этого мошенники расхищают государственную казну. Авторы расследования утверждают, что Лукашенко и его окружение ведут свои преступные бизнесы с помощью целого лабиринта офшорных компаний, который помогает им преодолевать европейские санкции. Источников пополнения состояния политика и его приближенных журналисты назвали немало. Среди них незаконная торговля оружием, схема с перепродажей продуктов нефтепереработки под видом растворителей, букмекерская контора «Спорт Пари», связанная с сыном Александра Лукашенко Дмитрием, контрабанду, а еще продажу доли государства в компании мобильной связи «Волком», сейчас это А1. В разное время российский политолог, бывший замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики в Москве Андрей Суздальцев тоже делал оценки состояния Лукашенко. В апреле 2011-го он называл цифру в 4 миллиарда долларов. Речь, правда, шла только о наличных и о надежно защищенных активах за границей. По мнению политолога, кстати, иностранных счетов, принадлежащих лично Лукашенко, не существует. Деньги формально принадлежат приближенным к политику людям и, возможно, членам его семьи. Еще одним из источников Суздальцев назвал так называемое «добровольное пожертвование от бизнесменов». Фактически это дань, естественно, незаконная, за возможность вести бизнес в Беларуси. Политолог считал, что большую часть своих денег Лукашенко хранил тогда на Западе. В июле 2020-го Суздальцев оценивал состояние семьи Лукашенко уже в сумму от 12 до 16 миллиардов долларов. Тогда политолог утверждал, что до 2012-го года деньги Лукашенко хранились в Сирии, где правит дружественный политико-диктаторский режим Башара Асада. Но после начала там гражданской войны деньги Лукашенко оттуда вывели. Другая же часть денег якобы находилась на Кипре, и их тоже пришлось выводить после начала проверок со стороны местных властей. Еще политолог предполагал, что заначки у Лукашенко есть также в Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Информация об огромном секретном состоянии Лукашенко может вызывать недоверие в первую очередь в связи с огромными суммами, которые фигурируют в таких сообщениях. В среднем оценка колеблется в районе около 10 миллиардов долларов. Предположим, у Лукашенко они есть. Если вернуть все эти деньги белорусам, то выйдет более чем по 1000 долларов на каждого. Неужели такую огромную сумму можно спрятать как иголку в стоге сена, и за 30 лет ее никто не найдет? Вопрос доверия к словам Лукашенко можно вынести за скобки. Даже в наших видео мы не раз приводили факты, когда политик откровенно врал. Чего стоит утверждение, что убитый на площади перемен Роман Бондаренко был пьян? Это опровергли документы, которые опубликовал Тутбай. А его мантра, что он не допустит нападения на Украину с территории Беларуси. Все мы помним, что случилось 24 февраля 2022 года. Так что поговорим о техническом вопросе. Когда Лукашенко утверждает, что сегодня такие деньги спрятать невозможно, то он либо по неведению ошибается, либо, что вероятнее, снова лжет. В современном мире существуют механизмы, позволяющие отмывать и хранить даже куда большие незаконно присвоенные суммы. Помните ливийского диктатора Муаммара Каддафи? Перед своими свержениями и гибелью в 2011-м значительную часть своего астрономического состояния От 40 до 400 миллиардов долларов он спрятал. Что-то уже найдено. Остальные миллиарды Каддафи ищут уже второй десяток лет. Диктатор распределял деньги по счетам в разных странах и юрисдикциях. Прятал наличные сотнями миллионов долларов в тайниках в дружественных странах. Скупал дорогие предметы искусства. А как вы думаете, где все-таки прячет свои деньги Александр Лукашенко? Напишите в комментариях. Продолжение следует...